Сложно поверить, но все эти наряды для кукол шила абсолютно слепая женщина. Любовь Афанасьевна, ничего не видя, с лёгкостью делает выкройки, сшивает детали и, самое удивительное, вставляет нитку в иголку. Зацепила, зацепила, идёт, идёт. Вот видите, вот идёт нитка, а я чувствую, как она идёт по иголке. Из своих 69-15 она живёт в полной темноте. Плохим зрением и слухом Любовь Афанасьевна страдала с детства, перенесла десяток операций. Из-за недугов было сложно общаться со сверстниками, а позже и найти себя в профессии. Сначала помогли дневники, туда она записывала свои мысли и поэзия. Стихи рукодельница сочиняет и по сей день. Ну и, конечно, любовь к куклам и шитью. Их в коллекции уже больше 250. Старалась я как-то реализоваться. Я так любила их с детства. И для меня, понимаете, для меня вот шить, для вот этой вот, которой выбросили куку, ну, что-то, ну, типа того, что я что-то полезное вроде делаю. Супруг Генрих Яковлевич – главный помощник Любови Афанасьевны в её увлечении. Он подаёт ей ткани, нитки, ножницы и шутит. У нас один глаз на двоих. У Генриха Яковлевича тоже не всё в порядке со зрением. Чего не скажешь о чувстве прекрасного. Он занимается моделированием корабликов и неплохо рисует. Это не кистью рисован, это всё пальцем рисован. Любовь к друг другу и творчеству. Благодаря этому вместе пенсионеру уже 40 лет. И это несмотря на проблемы со здоровьем. Как говорит чета художников, им просто нравится делать мир вокруг себя немного красивее. И это даёт силы жить. Я даже в тихи написала, душа обязана трудиться, душа обязана творить. Не дай Господь ей разлениться, тогда конец. Не стоит жить.